Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июня, наконец-то более-менее все раскидали. И сейчас я хочу поговорить о подкормках, потому что всю последнюю неделю, вот с 1 числа и по сегодняшней по 5, мы занимались подкормками, и я вам все показывала, все излагала, что я делаю. Еще раз напомню, что подкормки все одинаковые, как одинаковая подкормка для всех не подходит. Повторюсь, что это зависит от сбалансированности, от питательности вашей почвы, от того, что вы вносили осенью, от того, что вы вносили в лунку, и от того, как вы вообще ведете свое вот это огородное хозяйство. Приемлете ли вы магазинные минеральные подкормки, или вы стараетесь делать только натуральные, пусть будет поменьше урожая, но зато никаких вмешательств. Я расскажу про свои подкормки. Вот теперь бегло про все. Вот это томатное поле, на котором 500 у меня примерно кустов, я осенью вносила туда удобрение. Я вот эту подкормку первую, когда всем одновременно делала, я не сделала. Во-первых, просто времени не хватило, это трудоемко. Мы немножко сейчас отложим, потому что мы хотя бы те подкормили с горем пополам. Вы, кто смотрел видео, наверное, видели, это надо в бочках намешивать, это надо в ведра таскать. Хорошо, когда у тебя стоили 200 томатов, но когда 2000, это очень сложно. Но это, опять же, специфика лично моего огорода. Вот я поэтому и говорю, это зависит от того, как вы ведете свой огород, свое хозяйство. Мне вот за раз подкормки сделать очень сложно. Разбиваю на части. Потом первую не делала, подкормила самые худенькие, самые дохленькие, которые я высаживала в последнюю очередь, и даже не знала, буду я их высаживать нынче или нет. Поэтому они перестояли, их подкормила с повышенным содержанием азота. В теплице, наоборот, которые очень взрослые, уже с большими плодами, подкормила безазотным удобрением и без хлора барофоской, в которой есть бор и магний, именно уже для вкусовых качеств плодов. И если вы посмотрите, если вы начинающий огородник, и посмотрите все мои видео от дохлых, потом средние, потом вот эти вот большие, вы уже поймете, что подкормки, они могут быть разные, даже на одном участке, даже у одного хозяина. И вот в этом видеоролике я не даю вам никаких дозировок, каких-то рекомендаций о препаратах, но я хочу сказать вам самую важную вещь, что подкормка – это такая серьезная процедура, что ее нельзя слепо повторять за другими. Вот, например, вы смотрите какого-то блогера, вы его уважаете, доверяете, он вам нравится, он сделал такую подкормку, и вы бежите скорее намешивать и делать. Не нужно. Для чего я все это показываю так подробно? Я показываю не для того, чтобы вы повторили вот мой рецепт, мое удобрение, мой препарат, мою дозировку и все сделали. Я показываю вам для того, чтобы вы посмотрели и задумались. А какая подкормка из этих вот трех нужна вам? И я еще раз прошу, ну, можно сказать, даже умоляю, делайте подкормки только исходя из своих условий, из своих данных, данных из своего внешнего вида растений. Оценивайте перед каждым вот этим вмешательством, оценивайте внешний вид растения. И, возможно, посмотрев мои видео, вы придете в магазин и купите совсем другой препарат, совсем другое удобрение, более подходящее вам. Просто я вам задаю принцип, по которому нужно выбирать подкормку. Вот, ну, я так бегло рассказала, что хилым, дохлым требуется азот там, совсем здоровым там требуется совсем другое. Вы должны думать перед каждым своим действием. И сейчас, в конце, я уже вам расскажу, приходит много комментариев. Кто-то, иногда кто-то пишет, что если вы не имеете биологического образования, вы не имеете права вообще там советовать какие-то подкормки. Вот в том году мне говорили. Но я всем всегда говорю, что я не советую делать так, как я. Я у вас как подопытный кролик, я вам показываю. Я вот это сделала и вот это сделала. А вы посмотрите, как получилось. И если вас результат устроит, вы на следующий год можете это повторить. Если вам это в корне не понравится, но вы пойдете другим путем. Каждый ищет свое. И вот буквально вчера мне пришел комментарий, когда я сказала вот про карбамид, что вот эта мочевина нужно с большим содержанием вот этого вот азота, карбамид, подкормить, оно быстро нарастет массу. Один зритель написал, что зачем вы советуете использовать карбамид, это очень инертное удобрение, и он у вас подействует только к осени. Я еще раз повторю, я не биолог, но я очень удивилась. Я же исхожу только из своих наблюдений, из своего опыта. Но насколько я знаю, мы вот эту мочевину всю жизнь на своих участках используем, на участках используем весной именно для быстрого восстановления обмороженных, для быстрого восстановления сгоревших вот этих растений, для быстрого наращивания вот этой зеленой массы. И когда у меня в прошлом году полностью демидова грядка замерзла, остались одни вот эти будулышки, я подкармливала именно карбамидом мочевиной, и я показывала, как они быстро обросли. И когда я сюда приехала, мне было 22 года, и я, конечно, вот этими удобрениями не пользовалась, потому что я жила в деревне в детстве, и у нас было единственное удобрение, это вот или навоз, или перегной, или там птичьи вот эти какашки. Короче, было все на основе вот этого вот отходов животноводства. И когда я сюда приехала, и у меня такие, рассаду купила на базаре, такую хиленькую, мне бабушка-соседка сказала, а ты ее подкорми мочевинкой, она быстро обрастет, быстро позеленеет. И вот это первое, что я услышала 40 лет назад, название вот этого удобрения, и с тех пор я знаю, что многие так делают, спросите у любой соседки пожилой, чем нужно полить, чтобы быстренько-быстренько растение нарастило зеленую массу. Я больше чем уверена, скажут, или разведите вот это вот животного происхождения отходы, или подкормите мочевиной. Но я ответила, конечно, зрителю, что я оспаривать, вступать в споры не буду, может быть, у вас где-то теоретически оно и считается инертным, долгоиграющим вот этим, как он сказал, удобрение пролонгированного действия, вот это карбамид. Но в реальной жизни оно помогает очень быстро восстановить зеленую массу. Для чего я так подробно говорю про этот карбамид и про все? Это я говорю для того, чтобы вы поняли, что что бы вам ни говорили видеоблогеры, что бы ни писали зрители, какие комментарии бы вы ни прочитали, пока вы на своем опыте не проверите и не убедитесь, вы никогда точно не будете знать, помогает ли карбамид быстро нарастить зеленую массу, или нужно ждать, будет это растение до осени, когда оно новый лист выкинет. Все приходит опытным путем. Пробуйте, проверяйте. И даже не то, что вам советуют, а то, что вы сами подумали и придумали. Если вы подумали, а давай-ка я попробую вот это, вдруг лучше будет. Пробуйте. Все, желаю всем успеха, хорошего урожая. С вами ваша Ольга Чернова. Продолжение следует...